Привет всем! Сегодня буду опять скомментировать свою торговлю по своей стратегии, по скальпингу. Народ, хочу к вам обратиться. Пожалуйста, повнимательнее смотрите мои видео. Просто вот настолько глупые комментарии люди пишут. Люди пишут, вот ты торгуешь без эмоций, раньше для тебя 4000 были огромные деньги, а сейчас ты ставишь 20000 и никаких эмоций. Видео уже записано. Я просто комментирую свое видео. Вон мышка, вот мои руки. Видео уже записано. Я же объясняю в каждом видео, говорю, что вот эта вот сделка не зайдет. Я уже знаю исход видео. Пожалуйста, не тупите. Итак, давайте перейдем к торговле. Здесь у нас восходящее движение. Появилось затухание. Есть сильный нижний уровень. Я торгую сейчас в немного таком опасном положении, потому что ловлю вот эти вот просадки. Пик, просадка, пик, просадка. Я стараюсь ловить. Вот здесь нужно было на минуту заходить. Здесь у нас сделка не зайдет. Вот, выстреливает и сделка у нас не заходит. Я опять жду, заключая на 20 тысяч, опять жду вот этого кармана. Вот не советую торговать вот в такой ситуации. Также вот видите, я хочу торговать на DAX. Видите, кстати, где я торгую? На DAX на германском индексе и на американской бирже на SDAQ. Здесь у нас сильный нижний уровень. Видите, идет затухание. Очень маленькая волатильность. Я жду, когда уже подойдет график к линии, чтобы зайти на повышение, потому что здесь разворот. Здесь на повышение можно было заходить на 5 минут. Вот, опять пик идет. И опять заключаю на 20 тысяч вниз. Вот это опасная торговля. Видите, здесь уже происходит разворот тренда. И, кстати, я вам скажу, что в будущем этот график пойдет вверх. И я вот стараюсь ловить вот эти вот карманы. Пик, карман, пик, карман. И я в них стараюсь заходить. Видите, 1-2 минуты. На 3-5 минут нет смысла заходить. Так, хотел обсудить с вами очень важные вопросы по поводу лимитов. Люди говорят, что, мол, есть какие-то лимиты, ограничения. Народ, я торгую. Вот этот вот у меня счет. Вот, чисто счет, как я показываю вам, как я иду к миллиону. Я на этом счете торгую, ну, не знаю, раз в неделю я на этом счете торгую. Я заработал свою сумму и ушел с рынка. В конце видео я вам покажу сделки. Вы посмотрите дату. Вы все там сможете увидеть. Пожалуйста, внимательнее вот это вот смотрите. И, кстати, вот эту вот торговлю я начал после того, как закончил торговлю на безрисковых сделках. Увидите там дату. И раз в 7 дней. Конечно же, я, бывает, торгую на этом счете вне записи видео. Но, в основном, этот у меня счет только для записи видео. Только по своей стратегии, по скальпингу я все объясняю. Ну и мой марафон, конечно же, к миллиону. Так, здесь у нас одна заходит, вторая заходит. Третья заходит. Все отлично идет. Словили мы вот этот вот карман. И последняя сделка тоже зайдет. Вот сегодня, кстати, видите, торгую не на валютных парах. DAX это индекс. Походу, германский индекс. Он там какой-то берет среднее значение цен акций. Крупных компаний. В DAX кто входит в DAX? Ну, BMW, европейские. BMW, Adidas. Самые крупные. А NASDAQ на американской бирже. Вот видите, опять идет повышение. Вот карман наш закончился. Ну, вы видите, здесь я торгую по тенденции. Посмотрите, вот на графике вы видите. Было повышение, просадочка, повышение, просадочка, повышение, просадка. Я вот пытаюсь в них зайти и поторговать. Больше 3-5 минут здесь торговать я вам не советую. Также были вопросы про линии поддержки сопротивления. Я уже вам записал видео, как ставить линии поддержки сопротивления на часовом графике, на 5-минутном, на минутном. Линии поддержки сопротивления есть везде. Вы можете торговать на часовом, на 15-минутном, на часовом заходить на час, на два, на минутном, на минуту, на 5-минутном, на 5-минутном, на 5-минутном, на 10-минутном заходить. Для каждого таймфрейма есть свои линии поддержки и сопротивления. Люди там такие глупые вопросы говорят, что линии там строятся месяцами. Как ты торгуешь на минутном? Да для каждого графика свои будут линии. Я торгую на минутном, потому что на минутном проще. Я быстрее вам покажу торговлю. Вот смотрите, резкий пик. И я принимаю здесь решение поставить на 5-минутном, потому что сделка очень рискованная. И, кстати, уже цена касалась к этому уровню. Вот я принял решение, чтобы не сильно рисковать, чтобы 20-минутном не терять. Видите, поставил 5-минутном. Люди говорят, я много гружу на сделку. У меня сделка 20-минутном, депозит 900-минутном. Это 2-3% от сделки. То есть я захожу в сделку 2-3%. Так что все нормально. Что еще хотел? Про лимиты я вам рассказал. Про хейтеров хотел еще поговорить. Просто вот в последнее время растут подписчики, растут у меня просмотры. И очень много таких жестких хейтерских комментариев. Вообще бессмысленные комментарии я реально удаляю. Потому что если я буду забудить вот этот диалог, начинать там ты такой, ты такой. И вот эта вот вся перепалка, боже, да, поберегите народ, пожалуйста, нервы. Вот то, что вы будете кого-то хейтить, кого-то обсуждать, да ничего же не изменится. Вы только себе хуже сделаете. До то время, когда вы тратите на какой-то там комментарий, вот такой вот пол, на пол, типа, на полстроки, потратите его на себя. Прочтите статью, прочтите книгу. То, что вы будете кому-то перемывать кости, вы этим денег не заработаете. Как это непонятно? Вот вы хотите, не знаю, мне насолить или меня как-то чем-то задеть. Боже, да, я просто удалю этот комментарий, если он вообще какой-то бессмысленный. Да, на нормальный комментарий, где люди интересуются, что-то спрашивают, просят совета, интересуются, там, не знаю, моей личной жизнью. Вот на такие я комментарии отвечаю. Но если вы там настрочите какую-то полную херню, которая ничем... Есть люди, которые пишут комментарии, вот это меня больше всего бесит, которые вот ни разу не торговали на Олимпе, ни разу не торговали вообще на бинарках, и пишут комментарии. Как ты можешь судить, если ты там ни разу не был? Как ты знаешь про бонусы? Как ты знаешь про сделки? Вот люди не знают и пишут. Я просто такие комментарии сразу вычисляю, потому что вижу, что человек несет чушь. Если бы он торговал, он такого бы не писал. Итак, смотрите на мои сделки. Итог какой торговли? Раз, два, три, четыре, пять сделок в плюс, одна сделка в минус. Смотрите, когда была у меня здесь последняя торговля? На безвисковых сделках, посмотрите, 23.08. Сейчас я торговал, вот эта вот торговля была записана. На 30.08 прошло 7 дней. Какая агрессивная торговля? У меня получается 500 тысяч в месяц. Это по 16 тысяч в день. Это что, агрессивная торговля? Итак, какой итог? Хоть что-то я жестко так начал. Какой итог получилось заработать... Сколько получилось? Я где-то записывал. 56 тысяч. 56 500. Получилось заработать 56 500. Все. И на этом я ухожу, заканчиваю торговлю. Вот такое вот получилось видео. Так что, всем спасибо за просмотр. Спасибо всем за поддержку. Скоро уже будет миллион, скоро будет вывод. Всем удачной торговли. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.